Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, актуальность вопроса о регенерации печени не вызывает сомнения. Это сложный механизм, заключающийся в пролиферации, дифференцировке, мигрантской инфекции, реструктуризации стропы и ангиогенезе. Следовательно, воздействие на организм и инициации регенерации печени должно быть глобальным. И в этой связи нельзя не вспомнить о феномене прекондиционирования, который на момент открытия был известен как тренировка органов и тканей к ишемии, однако последующие его исследования показали, что в его реализации имеет место вторая фаза, так называемое позднее прекондиционирование, при котором происходит геномный репрограмминг клетки и активируются эндогенные процессы самосохранения и самовосстановления. Открытие дистантного ишемического прекондиционирования, феномен, при котором ишемический эпизод на одном органе инициирует эффект на другом удаленном органе, показало, что процесс реализуется не локально, а представляет систему многоуровневого дублирования, включающего внутриклеточные реакции, нейрогенный компонент и гуморальный. И последнее того начало эре фармакологического прекондиционирования, при котором инициация процесса происходит без ишемического эпизода. Мы занимаемся изучением этого вопроса с 2008 года, и здесь представлены лишь те результаты, которые способствовали выбору настоящего исследования, цель которого – установить влияние дистантного ишемического прекондиционирования и фармакологического прекондиционирования рекомбинантным эритропоэтином в субэритропоэтической дозе на состояние резисцированной печени крыс. В 220 же годах мы распределили 5 труб, и также можно оперированные контрольные и 2 опыта. Дистантное ишемическое прекондиционирование моделировали 10-минутным держателем левой бедренной отверстий каждые 48 часов в течение первых 7 суток эксперимента. Рекомбинантный эритропоэтин вводили в дозе 2,5 международных единиц по той же схеме. Резекцию печени всем животным осуществляли на вторые сутки эксперимента в объеме 70%. На вторые седьмые, четырнадцатые, двадцатые и двадцать восьмые сутки после резекции проводили измерения уровня микротеркуляции в печени при помощи лазерной доплеровской флоуметрии. Осуществляли забор крови для проведения биохимического исследования и забор печени для определения ее массы и гистологического исследования. Показатель летальности определяли в первые 10 суток после резекции. В контрольной группе он составил 40%, в первой опытной группе 12%, во второй летальных исходов не зарегистрировали. Уровень микротеркуляции в интактной печени при составил 877 перфузионных единиц. В группе ложнооперированных животных достоверных отличий на всех сроках по сравнению с исходным не выявлено. В контрольной группе отмечается на вторые сутки снижение уровня микротеркуляции почти на 50%. И плавное его восстановление, однако, на последнем сроке наблюдения показатель достоверно ниже исходного. Дистантное и химическое прикондиционирование способствовало сохранению кровотоков печени на довольно высоком уровне и восстановлению его до 21 суток эксперимента. Аналогичную картину мы наблюдали при введении рекомбинантного электрокваритина. Активность АЛП в контрольной группе на вторые сутки превышает верхнюю границу нормы более чем в 4 раза и нормализуется в 14 сутках. В опытных группах на вторые сутки превышение нормы в 2 раза и на всех остальных сроках в пределах нормы. Активность АЛП на вторые сутки в контрольной группе превышает норму в 3 раза и на остальных сроках в пределах нормы. В опытных группах превышение в 1,5 раза и на остальных сроках в пределах нормы. На седьмые сутки после резекции мы отмечали методы расснижения синтетической функции печени, которая выражалась в увеличении МНО до 2,4. Активность АЛП на вторые сутки в контрольной группе превышает норму в 3 раза и на остальных сроках в пределах нормы. Незначительная на седьмые сутки и на остальных сроках была в норме. Масса печени и интактных животных составила 9,2 грамма. После резекции непосредственно 2,8 грамма. В контрольной группе достигает исходных цифр к последнему сроку эксперимента. В опытных группах нормализация массы происходит в промежутке от седьмых до четырнадцатых суток. При гистологическом исследовании в контрольной группе отмечали выраженный отек стромы, некроз групп гипотоцитов, неравномерное наполнение сосудов всех типов. Также были зарегистрированы в некоторых случаях признаки шоковой печени. На поздних сроках сохраняется нарушение балочного строения печени. Имеют место нарушения микроциркуляции и моноцеллюлярные микрозы гипотоцитов. В опытных группах отек стромы выражен незначительно. Отмечается сохранность балочного строения органа, микрозов и признаков шоковой печени не выявлено. И на поздних сроках также нарушение микроциркуляции и строения гипотоцитов не выявлено. Восстановление печеночной ткани происходило за счет всех видов регенерации печени. И основная нагрузка приходилась на вторые и седьмые сутки после резекции. Установлено, что дистантое и химическое прикондиционирование и фармакологическое прикондиционирование рекомбинантным эритропоэтином в суперетростимулирующей дозе стимулируют регенерацию резецированной печени крыш. Спасибо за внимание. Пожалуйста, очень интересный вопрос. Вопрос есть, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, я, может быть, просто ушел. За счет каких клеточных элементов происходила у вас регенерация? За счет гипотоцитов, их чувствующих или за счет стволовых клеток? Вообще, к сожалению, я не смогла остановиться на этом более подробно, потому что время ограничено. Процесс, феномен прикондиционирования, его вторая фаза, когда происходит геномный репрограмминг клетки за счет активации индуцибельной эносинтазы и циклооксигеназы-2, которые способствуют синтезу белков дымового. То есть клетка начинает синтезировать факторы роста. За счет гипотоцитов своих или за счет стволовых клеток? Стволовых клеток. За счет этих клеток? Это будем козы. Есть у вас антитела, которые доказывали бы, что это идет в сторону гипотоцитов, а дифференцировка... Эти исследования продолжаются, и пока мы не готовы представить эти результаты, но... Спасибо. Спасибо. Вы еще есть вопрос, пожалуйста. 70%. А все же что лучше? Живот или литропоэтин? Литропоэтин. А может вместе? Дело в том, что проведение дистантного и шимического прекондиционирования возможно только на здоровом организме, там, где нет эндотелиальной дисфункции и нет поражения, системного поражения сосудов. А это когда вы...